Девушки отдыхают Девушки отдыхают Обо всех матчах прошедшей недели Далее расскажет Рустам Габасов в своем обзоре Всем привет! С вами Рустам Габасов И это наш еженедельный обзор матча Акбарса и Рубина Сегодняшний выпуск проведем в непривычном формате Сначала поговорим о футболе А потом о невероятной серии Акбарса и ЦСКА Давайте начнем! Рубин продолжает свою борьбу за выход в высшую лигу Перед домашним матчем со СКА Хабаровском Казанский клуб отпраздновал свой юбилей 65 лет Игроки не собирались разочаровать своих болельщиков Столь важный день И уже на 19-й минуте Марат Абшатов С дальним ударом точно в 9 открывает счет в матче На этом казанцы не собирались останавливаться И спустя 7 минут Мираби Уридия Благодаря отбору Александра Зотова в чужой штрафной Удваивает счет в матч Самошников оформил шедевр Сместившись с левого фланга в штрафную И идеально закрутив мяч в дальний угол С рикошетом от штанги Во втором тайме Хабаровчанам удалось забить гол престижа Благодаря точному удару Шарля Но это не помогло Рубин одерживает очередную победу под руководством Рашида Рахимова Мы дождались В финальной серии розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина Столкнулись казанский Акбарс и московский ЦСКА В первом матче старт у зеленых начался отлично Уже на 6-й минуте Артем Лукаянов ловит защитника армейцев на ошибки И открывает счет в матче Но долго ликовать не пришлось За 5 минут до конца периода Михаил Григоренко Точным броском счет сравнивает 1-1 на таблок перерывов В втором отрезке игры Акбарс выходит вперед уже на 2-й минуте После передачи Вадима Шипачева шайбу от каркаса ворот забрасывает Станислав Галиев Казанцы продолжали наносить один удар за другим Но шайба ворота не шла Следующий гол мы увидели лишь в третьем периоде Шайбу после сейва Рейда Борна со второй попытки заносит Дмитрий Воронков Но и это было еще не все За 8 минут до конца матча Адамчук отдает отличную передачу на пятак Кириллу Панюкову А тот в свою очередь забивает четвертую шайбу зеленых в матче 4-1 Акбарс уверенно обыгрывает своих соперников и по игре и по счету Казалось, что больших проблем у казанцев дома не будет Однако второй матч у них не задался совсем ЦСКА высоко прессинговал своих соперников, что приносило свои плоды А также ловил зеленых на контратаках 0-3 подопечный Зентулы Хайдаровича проигрывает вторую домашнюю игру Дальше серия перешла в Москву На домашней арене ЦСКА играл первым номером И это неудивительно Хозяева постоянно создавали опасные моменты у ворот гостей Однако Акбарс сдаваться не собирался И постоянно отвечал своими успешными действиями Чувствовалось постоянное давление со стороны армейцев Которые хоть и с минимальным счетом, но достаточно уверенно обыгрывают казанцев 3-2 в пользу ЦСКА Москвичи повели в финальной серии Второй московский матч прошел по сценарию предыдущего Уверенно чувствовали себя армейцы дома Активно прессинговали они Акбарс Не давая гостям какого-либо преимущества на льду 2-1 в матче и 3-1 в серии Ситуация для подопечных Белеледзинова была катастрофическая Необходимо было что-то менять Ведь шанса на ошибку уже не было Однако Зинтула Хайдарович оставил команду без каких-либо изменений в составе Но в игровом плане зеленые стали играть агрессивнее Много было силовых приемов Акбарс смотрелся хорошо и много бросал Но под конец первого периода счет открывает игрок армейцев Прохор Полтапов Организовав сольный проход Во втором отрезке игры казанцы продолжали давить соперника К середине периода Александр Радулов отправляет шайбу в ворота и сравнивает счет Армейцы не были готовы к такому натиску от Акбарса Видно было что игроки растерялись И следующую шайбу Санислав Галиев дальним броском забивает победную шайбу для своей команды в этом матче 2-1 зеленые возвращаются в серию Шестой матч команды и снова играли в Москве Где Акбарс не выиграл еще ни разу И надо было это исправлять Казанцы продолжили играть так же как и в предыдущей игре И своего соперника они просто не заметили Все получалось у игроков Белелединова Как итог разгром москвичей на их стадионе Акбар совершил невероятный камбэк в серии Нас ожидала седьмая игра По другому это противостояние закончиться не могло Нервы были на пределе у всех Множество стычек нам довелось увидеть И к концу первого периода за драку были удалены Александр Радулов и Прохор Полтапов По сценарию второй игры ЦСКА начал займеть неактивнее Но Казанцев выручал Тимур Белялов Сам в конце первого периода Кирилл Петров отобрал шайбу у защитника армейцев И сам реализовал свой момент 1-0 Акбар спавел в счете к перерыву Но спустя всего 15 секунд после стартового брасуни во втором периоде Антон Слепышев счет сравнял ЦСКА продолжал давить А зеленые допускали одну ошибку за другой в обороне Но выручал вратарь Также Петров не реализовал выход 1-1 с вратарем после перехвата Несмотря на давление со стороны ЦСКА Акбар спавел в счете Дмитрий Воронков после невероятной передачи от Радулова забивает гол После очередной ошибки в обороне Казанцы пропускают еще одну шайбу Владислав Каменев сравнивает счет в матче И спустя небольшое количество времени Даррен Динц уже выводит дальним броском команду вперед В третьем периоде Акбар создавал опасные моменты Но реализовать их не получалось В концовке матча зеленые убрали вратаря Москвичам не удалось воспользоваться шансом Лямкин спасает ворота Даля Даррен Динц получает удаление 6-4 остаются команды Но забить казанцам не удалось Финальная сирена сигнализирует победу ЦСКА Армейцы в третий раз в своей истории становятся чемпионами КХЛ И сравниваются по количеству титулов с Акбарса Это был невероятный сезон для казанской команды После провального старта сезона в команду вернулся Зинатула Хайдарович Билилидинов Который смог построить команду, стать чемпионами Бостока И остановились всего лишь в шаге от Кубка Гагарина А на этом все, хоккейный сезон подошел к концу Спасибо, что следили за ним вместе с нами Но это еще не все Нас ожидает кульминация сезона в первой лиге Поэтому продолжаем следить за нашим клубом Продолжим тему Акбарса И сейчас у нас в студии появляется спортивный обозреватель Максим Прохоров Максим, рада тебя видеть у нас на программе По серии Акбарс ЦСКА с тобой давай поговорим ЦСКА трехкратный обладатель Кубка Гагарина Комментарии по седьмому матчу Ром, спасибо тебе большое, что ты пригласил меня в свою передачу Серия получилась искренней, удивительной, результативной Но и самое главное, что до последнего никто не понимал А кто же чемпион? ЦСКА выиграл, теперь мы уже совершенно точно можем сказать Акбарас вытащил эту серию с 1-3 Это вообще просто феноменальный результат А тяжело бывает в таких играх, в такой серии, когда финал тем более И мы прекрасно помним, когда Акбар сыграл у себя дома Это была уже пятая игра, серия 1-3 И там уже просто оступаться было нельзя И я очень рад, что Акбар сумел это сделать Довели дело до 3-3 И потом получилось так, что мы уступили Но игра получилась яркой Финальная серия получилась классной, результативной, запоминающейся Ну и легендарной теперь уже А в том числе и для Зинитулы Хайдарыча или Леддинова В целом по плей-офф давай тоже пробежимся Неожиданный соперник в 1-4 это Адмирал Который выбил Салават Юлаев, на удивление ко всем Вот какой матч там ожидался Мы, конечно, знаем уже все итоги, но все-таки Но слушай, с нефтехимиком нам тоже было тяжело Они боролись, они показывали свой хоккей И нам приходилось подстраиваться А с Адмиралом то же самое Это команда неуступчивая, Леонида Тамбиева Я его знаю как тренер еще по всероссийской хоккейной лиге И у него всегда команды были боевитые И он как тренер уже давным-давно сформировался Оставалось ему только проявить себя уже на уровне КХЛ И он это сделал Да, у него там крайний небольшой бюджет У него были легионеры Плюс еще самое главное, пожалуй, в его командах Это всегда характер А против таких команд, неуступчиво характерных Всегда тяжело играть Неважно, это ЦСКА или Акбрас Ну уже, да, мы постфактум говорим В данном случае это была тяжелейшая серия Во-первых, это фактор тренера Во-вторых, это подбор игроков Которые дают ему необходимый результат И третье, это дистанция То есть дистанция заключается именно Казань и Дальний Восток Это все вкупе складывается в большой тяжелый результат Но Акбрас, как мы видим, прошли Закалились, стали еще сильнее Но и дальше уже соперник был авангард То есть еще тяжелее То есть чем выше стадия, тем труднее Согласись, ты был бы не против посмотреть Финал Кубка Гагарина в Сочи Адмирал Максимально километровая дистанция между этими командами Это было бы полезно для КХЛ, на самом деле Если бы вот такая история произошла Но обе команды играют, насколько я помню, на Востоке И поэтому здесь уже никак они бы не сыграли Смотри, следующий вопрос относительно финальной серии После чемпионства авангарда в 2021 году Когда у многих сложилось мнение, что их специально протащили Потому что новая арена Потому что чемпионат мира среди молодежных команд Многие финалы стали тоже предсказуемыми У Акбарса, например, в этом сезоне не хотели сделать сказку Былию, то, что пришел знарок Все сломал, отправил команду вниз в Восточной конференции Затем вернулся великий и могучий Зиндуа Хайдарыч И вернул команду в топ Ты правильно говоришь, что это была бы сказка Но, к сожалению, не в этом сезоне Действительно, когда Олег Валерьевич пришел, все поверили Много хороших игроков подписали Менеджмент шикарно сработал Подписали Шипачев и Радулов Да, вот Шипачев и Радулов Подписали, все оказывается, шумело А уже фактически летом кубок отдавали Акбарсу Но видите, как складывается Знарок без Виталинша Главный тренер, это всегда такая вот яркая фигура Но работают помощники То есть это все-таки команда и тренерский штаб И когда все друг друга дополняют, тогда получают результат А в данном случае, ну, не хватило, может быть, тех знаний Которые были у Хариса Виталинша Его, условно, там, вечного помощника У Олега Валерьевича Знарка И поэтому не получилось И когда не получается Когда в команде очень много звезд С ними, во-первых, трудно справиться Но вроде бы ты собираешь под одну цель Но с ними же надо справляться Ими надо управлять Им давать игровое время А попробуй раздели между звездами Одинаковое количество времени игрового Ну, это нереально Хочу, чтобы некая химия была в составе Конечно, этого не случилось Ну, вот получилось так, что Вместо того, чтобы мы могли подниматься И могли бы стать стабильной командой Ну, фактически Которая могла бы бороться за кубок Но мы вот, получилось так, что мы спустились Но потом, вот магия тренера В чем она заключается? И мастерство тренера Ты берешь команду, которую не ты собирал Это, во-первых А команда внизу И вот эти два фактора Вот величие Белядинова Оно в этом-то и заключается Он ее принимает Да, он отказывался Объективные причины были Это все понятно Но получилось так Его попросили Он соглашается И он доводит команду До седьмого матча финала Кубка Гагарина Ну, кто бы это мог представить? Когда была тяжелая осень Потом вроде бы взлетели А потом плей-офф Вроде бы мы должны были на коне входить Но там пришел нефтехимик, адмирал То есть определенные сложности были Но в итоге дошли до финала Это большой рывок И в этом мастерство Зенитулы Хайдаровича Белядинова Давай на следующий сезон С тобой пару вопросов тоже обсудим Возвращение Лады Вообще классно Хорошо, что они вернулись А не стоит ли вернуть в Югру тогда? Новокузнец Ну, знаешь, современные реалии Это понятно Это финансы Регионы не готовы тратиться на КХЛ То есть там пол до 400 миллионов поднимают А потолок это 900 миллионов То есть, условно, не все регионы готовы Вот так вот спонсировать Особенно вот в нынешнее время Вот, условно, высшая лига Вот, пожалуйста, тот же Металлург Та же игра Пожалуйста, выигрывайте Условно, там один из руководителей Металлурга Сказал, если вот команда выиграет Кубок Петрова Тогда мы зайдем в континентальную хоккейную лигу То есть там уже можно будет спонсоров Как-то привлекать То, что вот мы здесь самые сильные Теперь мы хотим обратно вернуться Потому что у нас есть большая история Вот мы здесь и сейчас чемпионы И мы готовы вернуться в КХЛ А то, что Лада вернулась Так это все болельщики ждали Потому что это клуб с большой историей И то же самое про Металлург Можно сказать То же самое про игру Но вот, опять-таки, все в финансы упирается Это хорошо для школ Но есть, скажем, обратная сторона медали Потому что я хорошо знаю, как в Тольятти работает Там, да, школа Они доводят до определенных кондиций игроков Они выстреливают на молодежном уровне Их потом скупают То есть они получают выгоду То есть это Костенко Это Свечков Пожалуйста, самые большие и близкие примеры Когда они вырастают и хотят топ-клубы А это рынок То есть ты продаешь игрока Получаешь за это деньги Вкладываешь школу и опять растишь То есть здесь и так можно сыграть И можно и вот так сыграть Но другой вопрос А откуда брать вот столько классных игроков Под КХЛ и под задачи? Но если вы зашли в КХЛ, это здорово Все болельщики рады И мы тоже Ну, скажем так, как нейтральные болельщики И мы хотим видеть классную Оладу Которая способна будет не только попасть в плей-офф А уже там составлять большую конкуренцию Но там главный тренер Олег Браташ Опытный, мастеровитый тренер Который выигрывал точно по МХЛ В МХК «Спартак» Куба Карламова Это было очень давно уже То есть он и в сборной поработал Но специалист известный Поэтому посмотрим, как там события будут развиваться Но то, что плюс еще одна команда А в КХЛ на следующий год вернулась Лада Это здорово, я считаю Ну, это всегда радует Когда все больше и больше команд присоединяются Так что пожелаем удачи Ладе В следующем сезоне Финальный вопрос Оценка сезону континентальной хоккейной лиги 22-23 Вообще в целом? Да Сезон классный Да, некоторые команды Условно там Кунь-Лунь, Сочи Ну, например, там, да Они вылетели из обоймы Тяжело, конечно, смотреть Вот на некоторые матчи Не только этих двух команд Но вообще в целом Потому что уровень, как вот по мне Немножко упал Но в целом сезон получился ярким Потому что впервые 68 матчей Это огромнейший плюс Для команд много поиграли Есть Торпеда Которая выстрелила буквально сразу же С начала сезона Игорь Ларионов Выстрелил такую команду На которую приятно смотреть всегда Никакой фактически оборонительной тактики Все вперед Это голы Огромная армия поклонников Пожалуй, вот в этом тоже огромнейший плюс Лиге Но еще стоит отметить Тоже, да, трактор Огромные затраты Но в плей-офф не попали То же самое говорили мы про Акбарас Тоже всегда кубковая команда Не получилось Но потом стрельнули Все, раз И поменялось То есть очень много факторов Которые повлияли На лигу в нынешнем сезоне И плюс в этом году Плей-офф получился Самый длинный Плюс огромное количество Болельщиков Посмотрело трансляции То есть, опять-таки Да, бьются рекорды Но вот на примере Даниса Зарипова Кто-то заканчивает Открываются новые Имена на примере Казанского Акбараса Это Никита Евсеев То же самое Прохор Полтапов То есть, опять-таки Да, уходит какая-то эпоха В лице Кошечкина Были побиты рекорды Лига продлевает чемпионат Он получился ярким Интересным Харизматичным Но все самое интересное Я думаю, будет впереди Ну, плюс еще сейчас Очень много трансферов В будущем С пяти легионеров Мы переходим на три Ну, много кому не нравится Эта история Но легионеры были Они давали определенный результат Не получалось Плюс то же самое Можно про Магнитогорский Металлорг Сказать, да Команда вылетает там В первом браунде фактически И когда, опять-таки Там очень много хоккеистов Которые играли в прошлом году В финале против ЦСКА Магнитка выигрывала 3-1 Но армейцы сумели переломить И выиграли Илья Петрович Воробьев Который, к сожалению Вместе с командой вылетел И теперь дальше Магнитка Уже с Разиным идет То же самое Разин Да, вот кто бы мог подумать Северсталь Фактически команда С маленьким бюджетом Но вот То же самое Можно сказать, что и магия Андрея Разина Маленький бюджет Он фактически сам Генеральный менеджер Он же главный тренер Он с ЦСКА играет на равных 3-4 Они проиграли По итогам серии То есть 7 матчей было у ЦСКА Таких серий было 2 В том числе И с Ряславским локомотивом То есть Вот эти вот моменты Они складываются В большой сезон 22-23 Он получился Интересным Удивительным Ярким И самое главное Запоминающимся Плюс еще Два кубка у ЦСКА Это Сергей Федоров Он был классный игрок Сейчас он получается Классный тренер Но вот где ты еще Такую найдешь Вот где Когда хоккеист Вернее Менеджер Спускается На тренерский мостик Без опыта Ну условно Там на багаже Никитина Все говорили Но сейчас Вот он полностью Сам командой руководит И привел ее К золотым медалям Во второй раз подряд Такого нигде не было И во второй раз В гостях Да И второй раз в гостях Поэтому сезон классный Получился Главное Что он запоминающийся Во многих аспектах Что ж Надеемся Сезон 23-24 Пройдет не хуже Добавок Плюс одна команда Это Тольятинская лада Ну и тебе Как спортивному обозревателю Желаем побольше матчей И красивого хоккея Спасибо Роман Что пригласил Ждем таких же ярких событий В будущем И так же я думаю Что мы здесь Обсудим их Обязательно К другим темам В прошедшие выходные Сразу в двух городах В Казани и в Москве Запустили таймер До первых игр Будущего Которые состоятся В Казани С 23 февраля По 2 марта 2024 года Мероприятие В столице Татарстана Проходило на территории Айти парка Имени Рашида Ромеева И далее Подробнее С места события О том Как запускали Обратный отчет До первых Международных Фиджитал игр Расскажет Софья Воронова 300 дней до игр Будущего Которые пройдут С 23 февраля По 2 марта 2024 года 29 апреля Одновременно В Москве и Казани Прошла церемония Запуска Обратного отсчета До старта первого В истории Международного турнира Нового масштаба Который включает В себя 16 уникальных Дисциплин В формате Фиджитал Затем Что происходило В Москве Казанцы могли Наблюдать С помощью виртуального Ведущего Такая же схема Работала и для москвичей Одной из дополнительных Ведущих стала Маруся Голосовой помощник От ВКонтакте Основная идея Церемонии Заключалась в том Чтобы отразить Объединение реального И виртуального миров Всех гостей мероприятия Ждал танцевальный флешмоб Двигайся в ритме Фиджитал Также состоялась Презентация Всероссийской Федерации Фиджитал Спорта Плюсом ко всему Стартовало онлайн-голосование Для создания Талисмана игр Интересно, что его Тоже создаст нейросеть На основе запросов Президент России Владимир Путин В своем видеообращении Гостям обратил внимание На важность игр Будущего для страны И мира Единый в главном Спорт Вне политики И призван Укреплять Взаимопонимание И дружбу Международным Служит Гуманизм Процветанию И добру Раис Татарстана Рустам Миниханов С другой стороны Телемостат Также поприветствовал Собравшихся Хочу заверить У нас есть опыт У нас есть желание И мы конечно же Сделаем так Чтобы эти игры Они первые И все мы запомнились Для этого есть Все возможности Вместе с нами Масуд Игоревич Он провел Инспекцию Посмотрел Как идет работа И я думаю Что он сам Скажет Готовы ли Казань К этим соревнованиям Бигзу Рахмад Спасибо Одним из важных Аспектов Фиджитал спорта Является совмещение Интеллектуального И физического развития Только представьте Более чем 2000 спортсменов Из 100 разных стран мира Примут участие В фиджитал соревнованиях А вот та самая кнопка Нажав на которую Был дан старт Играм будущего Софья Воронова Игорь Озеров Неделя спорта Теперь перейдем Студенческая волейбольная лига Входит в свою финальную стадию В полуфинале Сборная Казанского федерального университета Встречалась со сборной Университета спорта И с этого матча Далее подробнее Смотрим сюжет От Екатерины Тороповой Студенческая волейбольная лига Подходит к своему завершению Полуфинальная встреча Между Казанским федеральным университетом И Поволжским государственным университетом Физической культуры, спорта и туризма Выдалась особенно яркой Первая партия началась С неожиданных маневров Со стороны Академии спорта Они заработали первые очки На точных схемах атаки Чуть позже Казанский федеральный Выбился в лидеры И с преимуществом в одну очко Постоянно держал счет Свою пользу Во второй половине спортсмены КФУ разыгрались И забили серию мячей на поле соперника Под конец партии Академия спорта совершила многократные подачи в сетку Отдав заветные очки Юлварсам Счет был практически равный Но по итогу первой партии Победу одержала команда КФУ 25-23 Вторая партия началась С ярых атак Академии спорта Теперь уже они держат лидерство КФУ усилили оборону Поставили блоки на несколько атак Но все безуспешно Федералам не удалось сравнять счет Во второй половине партии КФУ стали применять новые стратегии атаки Благодаря чему догнали Академию спорта И забили три мяча подряд Отрыв минимальный Борьба в полуфинале действительно достойная Команды снова вышли в равный счет К концу партии команды поочередно брали тайм-аут после каждой атаки Счет все так же равный Исход определила последняя атака федералов На которую университет спорта поставил блок Итог второй партии 25-23 в пользу университета спорта В третьем игровом отрезке команды продолжили активный прессинг С самого начала спортсмены держали равный счет Пока инициатива не перешла на сторону Академии С середины партии они выбились в лидеры с преимуществом в 7 очков У федералов случились серьезные ошибки в обороне И даже взятый тайм-аут не помог исправить ситуацию Третья партия завершилась со счетом 25-18 в пользу ПГУ в Ксид В четвертой партии Академия спорта продолжила успешную серию атак И с первых же минут создала отрыв в очках, успешно отражая сеты КФУ Юлварсы зарабатывали большинство очков на ошибках соперника К концу партии федералам удалось сократить отрыв за счет сильных подач Однако финальное слово за Академией 25-18 Сыграли мы очень хорошо, немного не хватило, обидно, но горжусь командой Хорошо сыграли В финальных играх спортсмены КФУ поборются за третье место А Университет физической культуры, спорта и туризма будет сражаться за звание чемпионов Екатерина Торопова, Неделя спорта Теперь о легкой атлетике На прошлой неделе состоялась ежегодная казанская легкоатлетическая эстафета На призы газеты Республика Татарстан И как обычно в рамках этого мероприятия проходила еще и спартакиада Среди студентов и аспирантов КФУ Забег проходил по традиции по улице Кремлевская возле главного здания КФУ И вместе со спортсменами там оказался наш корреспондент Игорь Озеров И все подробности далее в его сюжете Спорт это норма жизни Именно под этим слоганом 27 апреля прошла 81-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты Республика Татарстан Посвященная столетия Министерству спорта Российской Федерации Казанцев в этот день ожидала большая культурная программа с выступлениями творческих коллективов Но главное зачем все собрались это конечно забег спортсменов Маршрут эстафеты проходил по улице Кремлевской Старт и финиш были напротив главного здания Казанского федерального университета А также по территории Казанского Кремля Всего было представлено 10 групп участников соревнований Команда исполнительного комитета города Казани Команда общеобразовательных учебных заведений Средних специальных и профессиональных технических учебных заведений Высших учебных заведений Команда КФУ Команда ветеранов Медицинских работников Рабочей молодежи Команда с лицами ОВЗ В рамках эстафеты Казанский федеральный университет провел очередной этап спорта-киады студентов и аспирантов По итогу соревнований самым быстрым коллективом оказался Институт управления экономикой и финансов с результатом 7,31 секунды Серебряная медаль у набережно Челнинского института с результатом 7,36 секунды Третье место у Института геологии и нефтегазовых технологий с результатом 7,37 секунды Плотная борьба между институтами продолжалась и здесь Эконом забирает золото с большим отрывом по времени от ближайших соперников А вот второе и третье место разделяет всего полторы секунды Рустам Габасов, Игорь Озеров, Неделя спорта Отправляемся в спортивный комплекс Бустан Именно там в прошедшие выходные Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Провел свой традиционный кубок геолога Вместе с геологами там оказалась и наша корреспондент Ева Семянова И все подробности далее в ее сюжете Как говорит Денис Карлович Нургалиев, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Мы готовим счастливых и успешных людей Но успешными нужно быть не только в работе, но и в спорте Кубок геологов в этом поможет Сейчас у студентов появляется отличная возможность выявить, кто лучше играет в футбол, настольный теннис, волейбол и стритбол В этом году Кубок геологов обрел межреспубликанский уровень Почетными гостями и участниками турнира 30 апреля стали студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета И Казанского национально-исследовательского технологического университета Мероприятие включало все соревнования среди студентов и аспирантов КФУ Общее количество участников турнира составило 423 человека В начале дня прошло торжественное открытие мероприятий в присутствии почетных гостей Доктора геолога минералогических наук Нургалиева Даниса Карловича И кандидата педагогических наук, доцента, мастера спорта СССР, спортивной акробатики Тагировой Натальи Петровны После чего началась основная часть соревнований по таким видам спорта, как мини-футбол, стритбол, волейбол и настольный теннис Спортсмены показали не только свой высокий уровень подготовки, но и смогли дать настоящий бой соперникам В завершении были подведены итоги соревнований Победители наградили грамотами, медалями и кубками А также были вручены специальные призы от спонсоров мероприятия Все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения Желаем ребятам дальнейших успехов в спорте, а организаторам новых творческих идей Ева Семянова, Неделя спорта Ну и на этом все, вот такая у нас выдалась Неделя спорта А что будет дальше, посмотрим Поздравляем вас с наступающими праздниками Всего самого наилучшего и хорошего настроения Еще увидимся, до новых встреч, счастливо! Субтитры подогнал «Симон»